И еще один человек, который тоже оказался сегодня в больнице, ну прямо сейчас мы сможем узнать его мнение. Что сейчас с украинскими военными, попавшими в окружение? Сколько ребят сумели вырваться, а сколько все еще там остаются? Есть данные, что в котле по Талавайскому как минимум две сотни бойцов только одного батальона Донбасс, но ситуация до сих пор непонятна. Точно так же нет ответов и на вопросы, кто виноват в том, что украинские отряды попали в окружение, и кто вел по ним огонь, боевики или все-таки российские войска. Чтобы разобраться, наши корреспонденты разыскали командира батальона Донбасс, Семена Семенченко. Он ранен, находится в госпитале, но при этом очень хорошо знает о ситуации, потому что постоянно на связи со своими бойцами. Мы задали комбату прямой вопрос, есть ли в Донецке регулярные российские войска. И вот послушайте, что он говорит. А эти регулярные войска Российской Федерации оттуда и не выходили. Они-то постоянно присутствовали как инструктора. Если мы говорим про то, что они зашли уже не скрываясь подразделениями, да, есть такая информация. Значит, я как минимум знаю два подразделения, которые уже идентифицированы. Это, я могу ошибаться в цифрах, но это 137-й полк. Какой бригады? 32-й дивизии, это полк ВДВ, значит, и 9-я танковая бригада Российской Федерации. Это те силы, которые ударили по нашей колонне, которая отходила из-под Воловайска, две колонны отходила. Я знаю, что некоторые из этих частей есть сейчас в Донецке. И вопрос, который сегодня обсуждают все. Почему так много людей попало в окружение под Воловайском? Кто виноват в гибели людей? И вот как эту ситуацию видит непосредственный ее участник, Семен Семенченко. Есть две версии. Я предлагаю обществу осмотреть обе. Первая версия вы слышали. Истерию вокруг Воловайска спровоцировали агентов ФСБ. Очевидно. Ваш похоронный слуга. Я думаю, что причины понятны. Это неспособность нынешнего состава командного, ведения современной войны без изменения в структуре армии. Я вчера выезжал под Комсомольск. Это линия фронта. Мы видели более 10 машин украинской армии. Простите меня, народ Украины. На 9 из них были белые флаги. То есть они не сдавались. Они перемещаются под белыми флагами. Чтобы в них не стреляли. Мы перемещались под флагами Украины. И насколько я понимаю, это и есть понятие воинской чести. Должны воевать добровольцы. Люди, которые мотивированы, готовы выполнить свидетельство до конца. Ну и третье. Это очищение от предателей и непрофессионалов. Нерешение этих вопросов привело к этой трагедии. Говорили о том, что армия изменилась. Она не изменилась. Изменились люди. Армии нет. Если мы хотим состояться как государство, если мы хотим получить свою независимость, пусть даже такой ценой, мы должны сделать эти шаги. А если слушать сладкие сказки, то вот эти сладкие сказки нас и загонят опять в то состояние, в котором мы были. Спасибо. Спасибо. Спасибо.